Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 12 стихи с 6 по 14, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевая, раздаватель ли, раздавая в простоте, начальник ли, начальствуя с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь, да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день, и Церковь предложила нам сегодня к назиданию отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла, глава 12, стихи 6 по 14. Вот что пишет нам апостол Павел. По данной нам благодати, имеем различные дарования. Действительно, суть и смысл жизни каждого христианина в церкви — это обожение. Это то, чем должен быть занят каждый христианин во все дни своей жизни. С одной стороны. С другой стороны, это конечная цель нашего бытия церковного. Поэтому Господь даровал нам освящающую благодать, которая преподается верным через священную иерархию, которая раздает благодатные дары, выполняя тем самым то назначение, которое Церковь указала этой иерархии, которое сложилось таким образом, и которую благословил Господь. Соответственно, благодать нам дается. А сказать, если более точнее, даруется. Ведь благодать — это дар Божий человеку, который он не заслуживал. И на самом деле заслужить никогда не может. Но Господь создает такие условия, в которых ты можешь получить этот дар. Важно твое стремление к этому. То есть исполнение дел. Служение ближнему, исполнение заповедей, дела любви. Итак, по данным нам благодати, имеем различные дарования. Действительно, Господь открывает в нас различные дарования. У каждого из нас есть какие-то свои таланты, которые мы должны преумножать, а не зарывать их в землю. И различные бывают эти дарования. Сейчас мы на буднях читаем с вами послание к Коринфянам, святого апостола Павла. И там будет эта проблема ярко поставлена, что какие-то дары, они видны во внешнем, а какие-то — это внутренние дары. Но самый главный дар — это дар любви. И апостол говорит о том, что пророчества исчезнут, и знание упразднится, а любовь никогда не исчезнет. Поэтому ревновать нужно о большем из даров, о любви. Но так или иначе, нам даны различные дары, так же, как и в храме. Кто-то очень любит чистоту, и он может очень красиво убрать храм, например. Кто-то обладает очень хорошим тембром и имеет музыкальный слух, и он может петь за богослужением. Кто-то почувствовал свое призвание служить Богу и людям, закончил духовную академию или принял монашеский постриг, и служит теперь церковным или священнослужителем. Кто-то чувствует свое призвание в благотворительности и социальной помощи. Мы действительно, каждый обладаем своей склонностью, своей направленностью, и на своем месте каждый служим Богу. И вот апостол Павел говорит, что имеем различные дарования. И в этом смысле не нужно никому завидовать. У кого-то есть голос, а у меня, например, голоса нет, я не могу петь. Не нужно завидовать, я могу сделать что-то другое на пользу ближнему и церкви. И вместе мы действительно будем прославлять Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Не будем умножать распри между друг другом, ссориться и тем более завидовать. Как говорит апостол Павел, например, в послании к Галатам. И вот, имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевая, раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли начальству с усердием? А это, между прочим, тоже дар быть начальником, иметь стратегическое мышление, умение встать над ситуацией, видеть различные ходы решения той или иной проблемы, уметь создать условия труда для своих работников. Это ведь действительно дар, и не каждый им обладает. И не нужно думать, что начальником живется хорошо. Начальник ли начальству с усердием? Благотворитель ли? Благотвори с радуши. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Очень важные слова. Братолюбивы друг к другу с нежностью. Порой нам действительно не хватает нежности, не хватает чуткости и внимания. Очень важно действительно воспитывать это в себе. Воспитывать это умение быть внимательным к другому человеку, к его потребностям, к его скорбям. Даже не физическая забота может помочь человеку, а просто доброе слово. И порой даже простое слово, сказанное с любовью, с нежностью к ближнему, может придать ему кратно сил внутренних и даже внешних, физических. Вот эта мотивация в нем возрастет, и он сможет выполнить необходимое. Поэтому будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Как часто можно видеть, что в храме люди кем-то недовольны. Часто можно видеть, как молодые мамочки приходят в храм с маленькими детьми, они кричат. и все в храме как будто бы не делают им замечания, но на самом деле косо глядят на этого человека, отворачивают взгляд, и в глазах читается какое-то неодобрение, какое-то раздражение. И в этом вовсе нету почтительности друг к другу. И уж тем более никто не предупреждает друг друга в этой почтительности. здесь, конечно же, нужно искать компромисс. И нужно идти навстречу человеку, а не осуждать его, не выказывать свою раздражительность и свое презрение. Потому что выглядит так, как будто бы только один я должен молиться в храме, я пришел молиться, а мне остальные все мешают. Нет, так не должно быть. Вот апостол Павел нас об этом предупреждает. В почтительности друг друга предупреждайте. Вчитываемся в эти слова. В почтительности, а не в осуждении. А у нас, к сожалению, бывает наоборот. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Опять же таки, конечная цель нашей церковной жизни служение Господу. Оно проявляется в различных аспектах. Кто-то поет на клиросе, кто-то убирается в храме, кто-то за свечной лавкой, кто-то социальным служением занимается, а кто-то сидит в офисе на работе. Но и там он может молиться, там он может выполнять свое дело с честью, неся имя христианина. Поэтому везде, на всяком месте и во всякое время мы должны служить Господу, утешаться надеждой, в скорби, быть терпеливым, в молитве постоянным. Сегодняшний отрывок это просто некое духовное наставление всем нам на каждый день, что мы должны быть братолюбивы с нежностью, в почительности предупреждать друг друга, не ослабевать в усердии, пламенеть духом, служить Господу, утешаться надеждою, быть терпеливым в скорбях, в молитве быть постоянным. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о стране приемственности, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Сегодня церковь призывает нас быть людьми благословляющими, а не осуждающими. Поэтому не будем унывать, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова